Silga это китайский бренд, который своим моделью SV007 показал, что за небольшие деньги можно делать очень качественные наушники, причем как по исполнению, так и по звуку. А сегодня у нас еще один безусловный хит от этой компании, модель SV21. Я сразу скажу, модели стоят дешевле, чем те же легендарные Bayer 770 и при этом полностью делают их по качеству звучания. Причем даже не по красу звука, не по вкусовой составляющей, а именно по качеству. Супруга куда-то спрятала коробочку и уехала на ВДНХ, поэтому я вам ее не покажу, зато покажу провод и сами наушники. Сам провод немножко микрофонит, но очень классно сделан тонкий, не путается в тканевой оплетке, 2,5 мм коннекторы, так что заменить его абсолютно не проблема. Ну и самое главное, он здорово сочетается с цветом самих наушников. Переходим к самим наушникам, к проводу у меня претензий никаких нет, хотя я вам сразу скажу, слушал я в основном даже не на нем. Эти наушники достойны большего. Нет, я вовсе не хочу сказать, что родной провод чем-то плох, но вот этот провод от более старшей модели Sivga P2, про который я вам тоже расскажу, интереснее тем, что он позволяет послушать эти наушники по балансу. А эти наушники по балансу звучат еще интереснее. Когда я первый раз увидел, как выглядят эти наушники, я влюбился в них еще тогда. Сами посудите, дерево, металл, хороший кожзам, это все очень классно смотрится, классно дизайнерски выглядит, это классное качество. Вообще не к чему придраться, все прям идеально мягкое, все настолько здорово сделано, что абсолютно не скрипит, не люфтит и так далее. Это качество, которое стоит гораздо дороже, чем просят за эти наушники. По крайней мере любой европейский бренд за такую стоимость дает какое-то непонятное пластиковое нечто. А здесь натуральные материалы, классная сборка и классный дизайн. Ну согласитесь, это очень круто выглядит. Но внутри у нас классическая начинка из 50-миллиметрового драйвера, но этот драйвер сделан очень хорошо. Заранее вам говорю, звучат эти наушники точно не хуже, чем выглядят, а то и интереснее. Хотя, честно скажу, дизайн прям очень-очень понравился. Ну а теперь давайте послушаем, как звучат SV21. Ну и естественно не забываем, что сравниваем с оригинальным файлом и он при любом раскладе будет звучать лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а теперь давайте разберем амблитудно-частотную характеристику. И кстати, здесь у нас с Пашей с канала Portofire произошло недопонимание. Я в комментариях к его обзору этих наушников написал, что наушники классные, звучат здорово, но АЧХ у них довольно странная. А что Паша зачем-то согрелся и написал, что наушники оказывается надо слушать, а не в графике смотреть. Ну вот я смотрю и графики и слушаю. Поэтому могу вам рассказать, в чем же их странность и почему это даже хорошо. Белая линия на АЧХ это идеальный сигнал 20 Гц до 20 кГц и зеленая линия это Sivga SV21. Теперь вы понимаете, почему я сказал, что АЧХ кажется немножко странной. У нас достаточно сильно задран бас, у нас есть провальчик на середине. У нас не сказать, что супер ровный верха, хотя и заходит просто экстремально далеко. А теперь давайте поговорим про этот провал, который первый бросается в глаза. И как бы говорить, эти наушники не очень. Этот провал нужен для того, чтобы компенсировать вот этот вот приподнятый бас. Иначе нам казалось бы, что эти наушники чисто басхедные и высокие и средние частоты на этом фоне звучали бы, но очень тихо. Однако звучание этих наушников таково, что бас действительно мощный, действительно доминирующий. Но вместе с тем остальные частоты не кажутся такими уж и просаженными. И достигается это путем вот этой вот странной компенсационной ямы. Наушники звучат замечательно, и я уверен, что эта яма задумана сознательно. Все звучание строится на такой приятной теплой подушке низких частот. И вместе с тем мы не ощущаем провала. Все звучание покоится на приятной теплой подушке из низких частот. Эта ямка лишь не дает им доминировать. Вместе с тем SIVG разработали действительно классный динамик. Посмотрите на высокие частоты. Да, не сказать, что они супер ровные. Но по продолжительности они убивают даже 99% аудиофильских наушников по 100 тысяч рублей. Вот это тот случай, когда производитель пишет 20 Гц, 20 кГц и не врут. Потому что у нас и здесь нет никакого спуска. И на низких частотах тоже все хорошо. Короче говоря, АЧХ действительно странная. Но так задумано и это звучит. Звучит очень вкусно. Субъективными данными закончили. Теперь мое субъективное мнение. Тамлин Райсен Гола. И мне очень нравится, как в этой композиции отрабатываются не только струнные, но прежде всего здесь классно отрабатываются удары ладонью по корпусу гитары. Это не сразу явно. И с телефона, конечно, это не услышать. Но на хорошем плеере ты прям реально ощущаешь низкочастотную составляющую, которая вырывается из корпуса после вот этих ударов ладонью. И это прям очень здорово звучит. Не каждые наушники даже более дорогого сегмента могут подарить такой опыт. Джей Си и Эммини Маринегат. Вот я люблю рок, я люблю металл, но невольно я начинаю качать башкой под классику рэпа. Это здорово звучит. Благодаря хорошему басу это ощущается прям мощно и массивно. Причем детальность этого баса настолько хороша, что ты прекрасно понимаешь, что большая часть басовой составляющей здесь, к сожалению, синтезирована. То есть, благодаря хорошей детализации ты отличаешь настоящий бас от синтезированного. Но тем не менее, менее вкусно звучать он не становится. Рэпчик на этих наушниках звучит прям эпохально. Зиверт Лайф классная попсовая современная композиция, которая здорово звучит на этих наушниках, потому что они, во-первых, умеют в басы, во-вторых, они умеют в хорошую детализацию, и даже современная, хорошо записанная попса звучит на них очень вкусно. Это приятно слушать даже человеку, который любит рок, натуральные инструменты и все такое. Короче, всеядные наушники для любых жанров. Прекрасная Карла Беруния и Winter Take a Soul классическая композиция, которая в данных наушниках слушается прям как настоящий ASMR. Вы слышите буквально все нюансы записи. То, как рождается голос, как он проходит через голосовые связки, то, как он преобразуется языком и губами. Короче говоря, здесь можно долго петь дифирамбы, но эти наушники настолько хорошо передают эту всю детализацию, что вы слушать можете те записи, которые, конечно, это позволяет буквально как настоящий ASMR. Хаверфоник и Мэтт Абаут Ю. Прекрасная композиция, классно записанная, концертная. Причем это не какой-то большой концерт ощущается, а такое, знаете, очень интимное пространство, в котором есть исполнитель, буквально несколько столиков с хорошим вином. Вы один из посетителей этого зала. Вы наслаждаетесь обстановкой, хорошей едой, хорошими напитками и получаете истинное удовольствие от звука. Вот эта вот история передается через эти наушники, несмотря на их стоимость. Реально настолько вкусно и красиво, что хочется по-настоящему очутиться в этой атмосфере. Прекрасно выглядящие наушники из отличных материалов должны звучать хорошо. К сожалению, так бывает не всегда. Но в этом случае давайте поговорим о частности. Низкие частоты, вы видели на графике АЧХ, они акцентированы, но вместе с тем они не гудящие, они не медленные, они никак не резонируют с остальными частотами, так чтобы они давили, допустим, вверха или серединку. Они просто передают вот эту вот массивность, объем и распространяют его на буквально все музыкальное полотно. При этом эти низкие частоты могут быть как домирующими, мощными и объемными, даже можно сказать массивными, так и быстрыми. Там, где надо, они создают вот эту массивность и атмосферу, там, где надо, они выдадут и быстроту. А это как бы уже относится к наушникам ГАР раз до более высокого ценового сегмента. Средние частоты. Да, вы видели, на нижней середине есть ямка, которая прекрасно, когда ты слушаешь, все это дело сам компенсируется за счет низких частот, и в итоге серединка звучит очень даже массивно, очень тепло и ни капельки не ощущается, что там есть какой-то провальчик. Это реально очень хорошо проработанные средние частоты, где даже мужской вокал не кажется проваленным. Хотя, если смотришь на график, кажется, что там будет какая-то потеря громкости. Нет, все здорово. Ну и высокие частоты, особенно когда смотришь на их продолжительность, просто не верится, как они так смогли. Очень глубоко заходят высокие частоты, при этом и детальность не страдает. Вы реально можете услышать каждую струнку, вы реально ощущаете каждый переборчик на тех же самых струнных тарелочках. Все вот эти вот атаки, затухания очень натурально звучат. И не слишком медленно, и не слишком быстро. Реально классно. В целом, тональный баланс этих наушников приготовлен очень со вкусом. Эти наушники можно слышать очень долго, при этом вы будете наслаждаться как глубокими басами, так и очень проработанными высокими частотами, без всяких там критических спадов. Реально классное, вкусное звучание, которое можно долго слушать и наслаждаться. Короче говоря, это очень классно сделанные, классно звучащие наушники, которые я очень советую вам послушать. Тем более, для этого не нужно ехать в Китай. Можно пойти в Patifon, их магазины есть в Москве, и самим оценить как звучание, так и качество сборки этой модели. Ну а для тех, кто не в Москве, у Patifon открылся магазин и на площадке Алиэкспресс, так что вы сможете их заказать из любого города. Ну а по поводу доверять моим обзорам или нет, загляните на мой Авито, есть ссылочка в описании и почитайте отзывы. Большая их часть именно с товаров, которые были на обзорах. И вы знаете, люди довольны. Так что если хотите честных обзоров и дальше, не забывайте ставить пальчики вверх, не забывайте писать комментарии, и конечно же подписывайтесь и сюда, и на Авито, чтобы получать уведомления не только о роликах, ну и о годноте, которую я выложил на площадку. Прощаемся ненадолго. С вами был Михаил. Пока.